Их рабочий день начинается, когда город еще спит. Сегодня, как и всегда, предстоит провести целый день на Ивановских дорогах. Они – госавтоинспекторы. Шесть утра полицейские сонно подтягиваются к управлению. Погода не самая летная, снег и метель. Значит, работы будет предостаточно. Каждая смена начинается с собрания определенной тематики. Сегодня повторяют правила самообороны. И, конечно же, в конце каждого развода – выборочная проверка знания закона о полиции. Затем построение, проверка экипировки и в бой. Смирно. Приказы вступить на охрану общественного порядка безопасности дорожного движения в городе Иваново, Ивановской области. Принесение службы следует законности, культурное строго межрое обращение с гражданами. По самому маршруту вольно, разойдите. Часть инспекторов – пешие. Им наверняка придется тяжелее всего. 12 часов на ногах в метель – это не шутки. Мы же присоединимся к патрулю и посмотрим, как протекает рабочая смена. Погодные условия у нас неудовлетворительные. Снег, метель. Занимаемся большей частью оформлением дорожно-транспортных происшествий. То есть столкновения транспортных средств, автобусов, легковых автомобилей. Ну и когда следуем на дорожно-транспортные происшествия, если видим нарушение правил дорожного движения, то занимаемся и оформлением. Первый нарушитель попался на глаза инспекторам по пути к маршруту патрулирования. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель Киа не пропустил девушку. Водитель Киа Спартеч, 839, за перекрестком право стоим. Растерянный водитель вино отрицать не стал. Пояснил, опаздывает на работу, поэтому решил проскочить. Итог – штраф 1000 рублей и потерянное драгоценное время. Этот урок нарушитель должен усвоить надолго. А патруль следует дальше. На этот случай в патрульной машине имеются устройства слежения. Видеокамеры – собственность полицейского, а не управления. В конечном счете ведь именно ему придется доказывать нарушителю свою правоту. Добраться до места патрулирования инспекторам так и не удастся. Диспетчер сообщил – всего за полчаса 15 мелких ДТП. Нужно ехать на места столкновений. В основном эти ДТП происходят по большей части из-за невнимательности водителей. То есть данные водители не учитывают погодные условия. То есть проезжая часть, что покрыто льдом, снегом. В основном из-за невнимательности. Все это так называемое «железо». Аварии не серьезные, но автовладельцам необходимы документы для обращения в страховую. Так что после непродолжительных расспросов водителей и замеров на месте ДТП, инспекторы садятся за бумажки. Радует одно – сейчас систему немного упростили. Если данный материал оформлять на месте, то есть два сотрудника ДПС могут оформить данный материал час 10, час 15. Для упрощения и в связи с такими погодными условиями в областном ГИБДД города Иваново Имеется 105 кабинет, где данные водители отправляются. И с них уже берутся объяснения, выдаются справки для страховых компаний. А мы следуем уже на другое ДТП, где водители находятся и ожидают нас. Вот так с ДТП на ДТП инспекторам предстоит ездить весь остаток смены. Среди водителей такая дорожная обстановка зовется день жестянщика. А так как патрулей немного, следить за ситуацией на дорогах и нарушениями ПДД остается недремлющим видеофиксатором.